Продолжение следует... Мы привезли оттуда все священные реликвии из серебряных сундуков и использовали их в качестве государственной зарплаты. Когда власть была у турок, люди исповедовали свою религию легко. Это и послужило причиной того, что люди начали говорить «лучше увидеть царствующую турецкую чалму, чем латинскую тиару». Конечно же, если бы выбор был за мной, я бы не хотел видеть ни одну из них. Но если я буду вынужден выбрать, то однозначно выберу турецкую чалму, нежели латинскую тиару. Мы сейчас очень сильно сожалеем о том, что произошло с Айя Софией, но мы должны воздать хвалу Господу. Мне рассказали о том, сколько полуголых туристов посещали Айю Софию круглые сутки, без какого-либо уважения. В коротких юбках, через которые просвечивается нижнее белье. Разве это вранье? Нет, потому что Айя София была музеем, и все туристы посещали ее без какого-либо уважения. А теперь они туда будут входить без обуви. Разве это не уважение? Увидим ли мы голых? Конечно же нет. Женщины будут входить в нее в длинных платьях с покрытой головой. Наверное, стоило бы нам посмотреть на эту ситуацию как благодать, а не как на кару или бедствие. Сейчас они скажут, что они сожалеют, что Айя София превратилась в мечеть. Айя София разрушилась бы, если бы не было там турок, которые сохранили ее. Да, разрушилась бы. Кто бы смог сохранить это огромное здание, если бы не было турок?